Также в Кагалыме сегодня обсудили готовность избирательных участков. Их по всей Югре будет более 700. Сейчас в Югре завершается очередной этап приемки избирательных участков. И на этом этапе основное внимание уделяется созданию условий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Собственно, об этом сегодня губернатор Югре говорил с представителями некоммерческих организаций Кагалыма. Итак, в городе Кагалыме находится 22 избирательных участка на 13 объектов. Всех их уже к сегодняшнему дню проверили, есть замечания, но их можно устранить до выборов. Всего в Кагалыме 1069 избирателей-инвалидов. Около 100 из них будут голосовать дома. Остальных, собственно, ждут на участках. Здесь для них, по заверению представителей избиркома, созданы все условия. Проработана логистика, подготовлены ступенькоходы, назначены помощники-консультанты. Огромное спасибо, что вы не жалеете ни личного времени, ни своих возможностей, отдаете себя этому направлению. Верю в то, что вы досконально изучили предмет контроля и сделали правильные оценки. Все замечания, которые отмечены на избирательных участках, необходимо будет устранить до 14 марта. То есть за 4 дня до выборов президента Российской Федерации. В этот день пройдет окончательное заседание Координационного совета. Ну и, собственно, потом весь округ, вся страна будет ждать 18 марта, когда и состоятся выборы президента Российской Федерации. Координационного совета.